Первый серьезный снегопад в Нижегородской области обернулся многочисленными трагедиями. За последние сутки на дорогах области в четырех дорожно-транспортных происшествиях уже погибло 11 человек. На Богородской трассе девушка-водитель, не справившись с управлением, на скорости вылетела на полосу встречного движения. Камаз, который ехал навстречу, буквально подмял под себя легковушку. Они прямо передо мной вылетели. Прямо перед машиной выпрыгнула она с той полосы. Я просто не мог ничего делать. Даже среагировать не успел. Я стал уходить, но уже было поздно. До сих пор трясется. Сотрудница наша, фельдшер уездной бригады, погибла вместе с своей родной сестрой. Она и родная сестра, и ее, и тетка. Мы все в шоке в большом. Сразу только горе в одной семье. Удар очень был сильный. Камаз пострадал, в машину тебя с мятку. Комметр в 50, наверное, ехал. У нас же сюда выезжала уже бригада. Вызвали сразу просто скорую, что ДТП здесь. И по приезду вчера обнаружили, что труп наша сотрудница. Плохое дорожное покрытие. То, что дорожная служба не справляет своей работой. Дорожное покрытие очень плохое. Тормозить невозможно. Да, страдают за это люди, водители. Зацепил ее на обочину. Торопиться на тот свет. Я только сегодня утром ее видела. Встретились мы с ней около поликлиники. Она мне сказала, что поедет в Мегу. Еще три человека погибли в Воротынском районе. Там произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Произошло дорожное транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, который ехал по маршруту Чебоксары-Иваново и иномарки «Опель Астра». Водитель иномарки выехал на полустречное движение. Когда я на место аварии приехала, ко мне с автобуса подошли две женщины с легкими травмами. А машина, где в основном сильно пострадали, я в первую очередь туда побежала. Там извлекали женщину. Трое были уже мертвы. У нас потерпевшая только одна у нас поступила. Она была пассажирская автобуса. Обращались двое. Они обе были пассажирами автобуса. Одна в удовлетворительном, другая в средней тяжести. Так будем говорить. И еще двое погибших в аварии в Лысковском районе. И опять же в Ратынском районе при столкновении Валда и Фуры погиб один человек. Прогноз погоды неутешителен. Сильный снегопад ожидается до конца недели. Поэтому сотрудники ГИБДД просят водителей быть крайне осторожными на дорогах.